канал Ленни Лоренц. Я, честно, немного волнуюсь, потому что это мой первый алкофянеч на камеру с использованием, с дегустацией алкоголя. И те, кто за мной следят в инстаграме, наверняка видели уже такой маленький тизер, что конкретно мы будем сегодня дегустировать, тестировать. Не знаю, что из этого получится. Друзья, у меня соседи пришли домой, они очень шумные, поэтому если будет какой-нибудь топот, гогот и всякие такие неприятности, я прошу прощения, просто или я сниму алкофянеч сегодня или только в понедельник, потому что выходные там просто вакханалия полная. В общем, так, смотрите, мы сегодня с вами дегустируем, пробуем вино вот с такой собачкой. Я купила это вино только из-за собачки, но не только. Я прочитала описание и поняла, что это вино очень напоминает мою любимую южноафриканскую баристу. Это мое самое любимое вино просто ever. И подумала, почему бы и нет. По цене, кстати говоря, они в принципе одинаковые. Если бы оно было бы, наверное, дешевле и если оно будет таким же вкусным, как бариста, то почему бы и нет. Ну да, конечно, во всем виновата эта собачка. Здесь совершенно, кстати, непонятные мне породы. Вино, кстати, называется лап или лэп, я не знаю, это португальское вино. 2016 год, собственно, урожай вина. Вина. Винограда. И вот слово лап меня очень смущает. То ли это обозначает типа лабрадор, но вот посмотрите на эту собаку. Вы как вы думаете, это лабрадор? Тогда почему у нее такой странный обрубленный хвост? Больше напоминает какого-то каламберспаниэль, я даже не знаю. Ну, в общем, для меня это загадка, что это за порода. Возможно, это просто какой-то загнутый хвост. Не знаю, вино холодное, охлажденное. Я всегда люблю опыт обнять вино, именно охлажденным. Я, кстати, все время охлаждаю даже бокалы свои. У меня, к сожалению, нет, ну, я, по крайней мере, не нашла здесь бокалы для вина, поэтому будем пить вот из такого бокальчика. Ну, я думаю, вино от этого прям суперплохим не станет. И прочитаю вам немножко о самом вине. Да, это португальское вино. После вкуса и доминируют шоколадные и лакричные нотки. Богатый аромат, с нотками зрелых сливы, черной смородины. Опять-таки, нюансы чернослива, фиги и вишня. Ну, просто, я не знаю. С таким описанием это просто один в один бариста. И, кстати, это не сухое, это вроде полусухое вино. Вот очень отлично. Да, это полусухое красное вино. Поэтому давайте, давайте попробуем. Почему бы не? Да, я вам сразу говорю, что я совершенно не профессионал, профессионал. Я не профессиональный как-то дегустатор, как-то не сомелье ни в коем случае. Я просто энтузиаст. Мне нравится пробовать новые сорта вин, новые какие-то бренды для себя. Для меня это скорее такое удовольствие. Ни одной бутылки вполне хватает на неделю в идеале. Хотя я не часто покупаю, конечно, вин. Вот. Но сегодня исключение. Сегодня я таким образом немножко обмываю мой приезд в Кострову. Ну, поэтому давайте попробуем. Что? Если оно будет как бариста, это было бы, конечно, чудесно. Давайте немножко нальем. Кстати, здесь нет пробки. Здесь просто крышка. Ну, что, кстати, для меня хорошо, потому что я очень плохо пользуюсь штопором. Да, я винный, энтузиастный. Я очень плохо пользуюсь штопором. И давайте начнем. Я, кстати, сегодня хочу еще поговорить не только о вине, но и хотелось бы немножко затронуть тему ежедневников, потому что меня неоднократно... Меня неоднократно просят почему-то рассказать, как я веду ежедневник. Друзья, я думаю, почему вам это так интересно? Мне кажется, что я уже очень-очень давно, во-первых, ничего не говорила на эту тему, во-вторых, часто писала вам о том, что я перестала вообще вести ежедневник, какой-то планер, как это было раньше. Я оставлю вам внизу ссылку, почему я так все вышла. Но я открыла свой ежедневник и поняла, что... Так, вот так. И поняла, что я все-таки пишу там что-то, да, и записи там какие-то есть. Соответственно, если записи есть, значит, я как-то видела, что это ежедневник есть, какая-то система, наверное. Вот, и я немножко сегодня это все дело проанализирую, тоже вам расскажу, если вам, конечно, будет это интересно. Хотелось бы еще поговорить про осень, про грядущий праздник Самхейн, или Хэллоуин, как кому удобно называть. Вот, ну, если успеем, если получится, если не получится, то уже для следующего видео. Сегодня у нас самое главное, это дегустация собачьего вина. Ладно, давайте уже пробуйте. Ну, пахнет, правда, как Бористо. Приятно пахнет. Кстати, такой цвет, вам видно? Будет, наверное. Или не видно? Он такой очень насыщенный красный. Очень насыщенный. Я бы не сказала, что он какой-то черничный, смородинный, вот прям такой классический красный. Интересно. Очень интересно. И так, друзья. Мое первое впечатление. Ну, это Бористо. Ну, и здесь совершенно другой сорт вина. Вина. Почему говорю сорт вина? Сорт винограда. Сорт винограда называется Туригоф. А, здесь даже смесь винограда. Это Туригофранко, Тинта, Рорис, Каштулау, Сира. Я первый раз слышу. Я знаю, вот этот пинот гриволи, как он называется, в южноафриканских винах в основном используется. А здесь какая-то смесь сортов винограда. Если честно, я немножко в шоке, потому что я неоднократно... Все, уже язык заплетается с двум глотком. Я, на самом деле, неоднократно читала всякие обзоры и смотрела видеоролики людей, которые, ну, вот, искали что-то подобное, как Бористо. Если вы не представляете себе, что такое Бористо, то вот да, это вот именно, это такой богатый, тяжелый вкус, очень насыщенный, очень такой... Он легко пьется, да, но при этом его невозможно пить как какое-то легкое летнее фруктовое такое цветочное вино. То есть это не летний, скажем так, вариант. Для меня, конечно, это на круглый год, потому что я очень люблю Бористо, но такой более тяжелый. Его нужно пить маленькими глоточками, просто вот так вот смаковать с удовольствием. Его нельзя быстро пить, Бористо, да. И его главный... главная фишка заключается в том, что он действительно вот с привкусом и ароматом, кофе, шоколад. Ну, шоколад, конечно, это больше такое послевкусие. Его, кстати, Бористо очень хорошо сочетается всякими сладостями, с шоколадом, с какими-то кофейными зернами, как это указывает производитель. Но он... это такое, скажем так, десертное вино, очень насыщенное, очень такое... ну, букет там просто... вот такая хапка букета, можно сказать. То есть это как-то не очень, наверное, прозвучало в букет, как букет болезни. И очень аппетитно. И это правда очень вкусное вино, в котором совершенно нет привкуса алкоголя. Я просто... я ненавижу, я терпеть не могу вина. Это в основном вот какие-то очень дешевые вины. Ну, хотя даже в среднесшовых вино встречаются неплохие. Я вам, кстати, может быть, как-нибудь сниму еще один обзор на замечательное вино за 300 рублей. Там... оно просто шикарное. Очень универсальное, очень вкусное. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Вот. Я терпеть не могу привкусы алкоголя вообще в принципе. И если такое вино мне попадается, то есть очень хороший лайфхак. Если вы все-таки хотите допить это вино или там стоило как-то дорого, то его можно просто разбавлять водой. У меня пару раз попадались не очень хорошие такие вина. Ну, если было жалко выливать, то просто разбавляете водой. Можно разбавить даже каким-нибудь соком ненавязчивым. Ну, виноградным, например. Ну, лучше просто водой. И нормально пить можно, но пить плохое вино, конечно, это не очень приятно. Я знаю по себе. У меня так стояла одна бутылка вина. Она тоже не очень дорого стоила. Вроде рублей 400. И что-то я пыталась выпить эту бутылку в течение месяца. Настолько это было невкусно. Не делайте так. Лучше либо разбавлять водой, либо просто выливать. Вот. И привкус алкоголя это просто отвратительно. Я в принципе пью вино не потому, что я хочу опьянеть. Просто мне нравится вкус. Но когда в этом вкусе присутствует привкус спирта, меня просто выворачивает. Я просто не люблю. И в баристе этого нет. Ты пьешь баристу как какой-то десертный напиток. Это очень приятный, как вам сказать, приятный такой ритуал. У меня все же подавилось. Так вот, вернемся к нашему лабрадору. Я буду называть его лабрадором. Я, кстати, не знаю, как читается. Я не гуглила еще это вино. Я не читала отзывы каких-то там экспертов. Я решила сейчас полностью положиться на свое обоняние, на свой вкус. Здесь, кстати, 13,5% алкоголя. То есть такое достаточно крепенькое. Но что, да, немаловажно. Да, это бариста. Это на самом деле очень удивительно, потому что здесь совершенно другие сорта винограда. Цвет отличается от бариста, потому что здесь он правда прям такой красный, алый. Цвет, вы знаете, я даже не знаю с чем. С чем сравнить? С рубином, наверное. Такое рубиновое больше. А бариста все-таки более как в смородину уходит. Бариста более густая на вид. То есть ты смотришь, и бокал с напитком, он как бы не просвечивает здесь, просвечивает. То есть оно более прозрачное, что ли. Очень вкусное вино, друзья. Я не ожидала. Насколько мне сегодня повезет, потому что я правда, как бы вам сказать, я очень много пробовала разных вин, но вот самых любимых у меня просто перечесть по пальцам. Одной руки. Их всего два даже, наверное. Всего два вида, всего две марки действительно вкусных вин. И я так понимаю, что это вино займет свое место. Блин, друзья. Это правда удивительное вино. Это реально бариста. Очень приятный. Вы знаете, бариста она немножко прям прям бьет в нос. У него вот именно аромат очень такой насыщенный. И здесь аромат более приглушенный, скажем так, но на вкус это совершенно такое же вино. Насчет чернослива. Действительно чувствуется чернослив и вишня. Послевкусие не такое долго играющее, может быть, как в баристе. Оно так, знаете, легко-легко проходит, но при этом остается такое какое-то приятное впечатление, не тяжелое, скажем так. Это более лайтовый вариант бариста. Бариста на минималках. Но при этом, мне кажется, ну, блин, правда вкусно. Очень вкусное, хорошее вино, друзья. Насчет шоколада и каких-то копейных взерен в букете я ничего сказать не могу. Наверное, мои вкусовые рецепторы еще не настолько развиты, чтобы уловить эти нотки. Но это очень приятное вино, правда. Так что стоило оно в районе 600-700 рублей, где-то вот так вот. И поговорим про ежедневник. Я уже показывала свой ежедневник, который у меня в настоящий момент. Это вот такой черный. Думаю, что он из искусственной все-таки кожи. Это кожзам. Есть такое красивое красное тиснение. В общем, красивый ежедневник. Вот такая у него раздвиновка. Обычная самая. И я просматривала его и поняла, что да, все-таки я что-то туда записываю. Но как таковым планированием я не занимаюсь уже, ну, наверное, около года. То есть таким вот, как это было раньше, когда ты садишься там вечером или утром и начинаешь планировать свой день, написывать какие-то дела или еще что-то. Я не знаю, к сожалению или счастью. К счастью, у меня все это в прошлом. Ну, можете заметить, я тут что-то раскашивала карандашами. И есть какие-то стихи, какие-то там заметки. Планы тоже, конечно, есть. Но в целом я бы назвала это даже не ежедневник, не планер, а скорее творческий скетчбук, к которому я обращаюсь вот время от времени по мере наступления вдохновения. Сейчас объясню, почему я не планирую. Ну, наверное, я не знаю. Это, наверное, будет очень скучно вам слушать, но у меня нет сейчас такой нужды, потому что моя работа сейчас не настолько, как вам сказать, я не должна сейчас держать в голове какое-то большое количество информации. Мои задачи, в принципе, по моей основной работе каждый день, они сравнительно понятны. Я работаю журналистом на удаленной основе. И я не могу планировать, да, то, что произойдет там завтра, что случится там завтра, какие будут события. То есть ты просыпаешься утром, и что-то в этот день там произошло. И ты эту информацию, соответственно, анализируешь, прорабатываешь и вдаешь готовый продукт. То есть я же не могу садиться вечером и писать так. Я должна прогулить вот эту тему, спрогнозировать, что произойдет там по этой тематике. Я этого не делаю, мне это не нужно. Что касается планирования на YouTube каких-то тем, на мой блог на Дзене, там, в Instagram. Раньше я тоже этим занималась. Раньше я и темы какие-то записывала, и планирование, и ежедневник открывала, и все это красивенько, со стикерами. А сейчас для меня это просто пустая трата времени, ну, скажем так. Для меня это неэффективный растрат моего творческого и временного ресурса. Если мне в голову приходят какие-то там вот срочно нужно вот на эту тему, я должна написать статью, то я просто захожу в Дзен, и там есть такой редактор, соответственно. И в редакторе вы можете использовать черновик, куда можете писать все свои мысли, какие-то темы, и потом снова к этому черновику возвращаться. Очень удобно, очень понятно, ничего не удаляется, и все сохраняется в первоначальном виде. Удобно, да? С Ютубом у меня сейчас дела тоже обстоят таким образом, что я, в принципе, более-менее так помню какие-то ваши запросы, но я не могу сейчас действовать по плану, вот как-то четко, и там мне нужно снять вот эту породу собак, или сделать вам, не знаю, обзор на это вино, или на какой-нибудь напиток, на какой-нибудь фильм, еще что-то. Вот в настоящий момент я нахожусь в таком психологическом, можно сказать, состоянии, ну, я думаю, многие знают, что сейчас со мной происходит, а почему я приехала в Кострому, и почему мне сейчас жизненно необходимы уединения. Я стараюсь сейчас вести свой блог на Ютубе по мгновению души, скажем так, только по вдохновению. И вот сейчас у меня вдохновение, да, посидеть с вами, попить вина, поговорить про ежедневник, и я это делаю. Но если что-то будет меня, ну, знаете, что-то будет извне давить на меня, и заставить меня что-то делать в духе того, что ты должна это снять, у тебя график, ты не вписываешься, твои подписчики ждут, то есть, да, делать это как бы из-под палки, это рано или поздно вернет меня в не очень положительное моральное состояние. Ну, вы понимаете, да? Давайте еще, грамотно, этого чудесного вина. Я, кстати, в инстаграме написала, что он, типа, лабрадор, такой охотничья такая поза у него. Ну, возможно, как бы какая-то отсылка к охотничьей области здесь есть. И мне моя хорошая знакомая, Дарина, привет, написала, что самое лучшее подходящее охотничье вино Это портвейн. Ну, это, конечно, не портвейн. Я, кстати, не люблю портвейн за свою жизнь. Мне кажется, я даже, наверное, его не пробовала. Я знаю, что это очень-очень крепкое вино. И в основном в России выпьют какие-нибудь алкаши, которые хотят тупо нажраться. А вы знаете, я не приношу крепкие напитки. Мои самые любимые напитки из алкоголя это, в принципе, темное пиво. Ну, либо просто какое-нибудь интересное пиво. И это вино. Вот, в принципе, это все. Шампанское я не люблю. Ну, коньяк... Ну, нет, крепкие напитки я, в общем-то, не пью. Так, давайте еще продегустируем. Очень приятно меня это вино удивило. Я не думала, на самом деле, что мне как-то повезет. Потому что сколько раз уже было, ты покупаешь бутылку вина, даешь этому вину шанс, а оно опять какое-нибудь не очень вкусное. Это бывало просто постоянно, но сегодня... В принципе, вот то, что написано на этикетке... Блин, да ты чего-то не вкусно. В принципе, то, что написано на этикетке, все-все-все только есть. Это очень удивительно. Опять-таки, да, если сравнивать Бористу и вот это вот вино португальское, Лабрадор, по цене они, в принципе, идентичные. И я думаю, что если вы купите или это вино, или Бористу, то вы не разочаруетесь. Приятный, очень вкусно. Не отдает алкоголям, спиртам вообще, что для меня просто... Это просто верх совершенства. Тот чай, жду от вина. И возвращаясь еще раз к теме ежедневников, да, вам наверняка интересно, а что ж я тогда здесь записываю? Что столько всего исписанного здесь и всякое такое. Очень сложно сказать, что я здесь записываю, но здесь просто сборная солянка всего. Это действительно творческий такой скетчбук. Здесь, начиная от журнала моих раскладов по Таро, заканчивая какими-то моими просто мыслями, ну, в стиле личного дневника, что ли, да. Здесь планы и сюжетные всякие зарисовки по моим литературным произведениям. Здесь этого много, потому что все, помнить о своих персонажах, это поначалу, кажется, я вспомню, какая у него была история и что у него было с прошлым. Это поначалу, а потом вы все забываете, потому что история обрастает новыми персонажами, какие-то новые витки сюжета, и вы просто забываете, и потом такие, ой, а что же было с моим персонажем? А как же звали его там тетку в 10-м поколении? И приходится возвращаться вот к этим записям, что здесь еще есть. Какие-то планы здесь тоже есть, но они такие какие-то не очень серьезные, типа даже списка покупок есть. Плюс все, когда я переезжала в Кострому, я писала себе подробный список вещей, которые я со своей возьму. Потом я вышракнула из них ровно половину. Я думаю сейчас, что, наверное, зря я их вычеркнула, потому что я как-нибудь сниму вам отдельное видео, что я взяла из одежды, там, из косметики. И это чертовски мало. Я сейчас открываю просто шкаф, а у меня просто только одна полочка с одеждой. Одна маленькая полочка со всей моей одеждой, поэтому не удивляйтесь, если я буду вот часто в одной и той же одежде появляться. Ну, минимализм, пусть будет так. Ну, самое главное, что теплую одежду я взяла. У меня есть петуховик, ботинки, и у меня есть шапки у меня конец, и она будет купить. Но, тем не менее, вот так вот. Поэтому... А, ну еще я пишу стихи. В основном, да, это творческий скетчбук. Мне очень нравится сначала вот стихи, писать именно на бумагу, писать их от руки. И как-то... Ну, вот там что-то такое. И меня это очень вдохновляет. Я как-то пыталась писать стихи сразу с телефона или в ноутбук. И что-то как-то не прет. Как только я начинаю писать вручную на бумаге, ну, какая-то магия происходит все-таки. Не знаю. Может быть, это самовнушение. Вот. Для меня это работает. Поэтому... Это, наверное, самое неинтересное видео про ежедневник. Я думаю, что это совсем не та история, которую вы, наверное, от меня ждали. Но времена меняются. Я меняюсь. И на настоящий период моей жизни какое-то четкое планирование, долгое сидение за ежедневником, кропотливое написание планов. К сожалению, оно на... Вот это вот все действие, оно наоборот вгоняет меня в некую... Ну, не депрессию, конечно, но в умение, скажем так. Так, а в моем текущем состоянии нужно стараться избегать этих мыслей, стараться мыслей более-менее позитивно и держать себя, ну, в тонусе, скажем так. Чудесное вино, друзья. Я очень рада, что это видео, этот выпуск алкофяночка... Алкофяноча... Все, уже язык просто. Я выпила сколько совсем немножко, язык уже все. И также некоторые подписчики спрашивали меня по поводу вообще осенних всяких, так, да, осенних видео, вдохновения, как я буду праздновать самхей. Ну, да, это опять-таки тема для следующего видео. В каком-нибудь другом ролике я раскрою эту тему более глубоко. Ну, наверное, стоит начать с того, что сейчас осень, это, ну, одно из моих любимых времен года. Наверное, если не самое любимое, особенно сентябрь и октябрь. И это время, это время творчества, потому что все лето ты сидишь, бездействуешь из-за жары. И из-за жары вообще, ну, лично у меня вообще ничего не пишется, ничего не творится. Я даже на YouTube, по-моему, летом вообще толком ничего не снимала. А уж если говорить про литературу, то это просто... Мне даже страшно к ней возвращаться, потому что настолько много всего забошенного, что, возможно, сегодня, кстати, попишу после вина, особенно хорошо пишется всякая моя литература. И осень, наверное, вот таким образом положительно на мне сказывается, потому что именно осенью я возвращаюсь к своему писательскому творчеству. Знаете, я поймала себя на мысли, что я ощущаю себя действительно счастливым и полноценным человеком только в те моменты, когда я творчески плодотворна. Вот все остальные какие-то вот моменты жизни, если даже что-то у меня не клеится, я еще могу пережить. Но вот если у меня какой-то упадок творческий, еще что-то, я очень сильно эти моменты переживаю, могу впасть действительно в очень такую серьезную апатию, которая будет очень плохо на мне сказываться. Я просто сейчас поймала себя на мысли, что если не пишется, если я чувствую себя непродуктивной, вот именно не для работы, даже не для дзена, наверное, вот именно в каких-то своих таких творческих проектах, то у меня просто моментально что-то со мной происходит. И на самом деле хорошо, что я сделала этот вывод сейчас, потому что создавая этот момент, с ним все-таки проще работать и гораздо легче предотвращать такие моменты. Что касается Самхейна, это один из моих самых любимых, наверное, праздников тоже, на текущий период жизни, я стала праздновать Самхейн, наверное, пару-тройку лет назад. И Самхейн, и, соответственно, Йоль, это мои самые, естественно, любимые праздники. Новый год для меня, на самом деле, с 31 на 1, да. Для меня это сейчас праздник такой... Ну, я понимаю, конечно, прекрасно, что у всех разное отношение к праздникам, у всех свои какие-то ритуалы, впечатления, может быть, какой-то прошлый опыт, семейные традиции, у всех по-разному, да. К сожалению, у меня... Ну, я не люблю Новый год. И я понимаю, что это семейный праздник, это праздник счастливый должен, да. Но у меня, к сожалению, не получается воспринимать Новый год как полагается, ввиду многих моих, скажем так, семейных историй. То же самое касается и моего дня рождения, и вообще праздников таких личных, что ли, да. Я всегда стараюсь как-то... Не знаю, я чувствую себя очень некомфортно, когда мне даже кто-то поздравляет, желает, ничего там, дарит подарки, ну, кроме, может быть, мужа. Ну, да, опять-таки, наверное, эти моменты стоит как-то прорабатывать, может быть, сходить к психологу. Но я не люблю эти праздники и стараюсь, чтобы они прошли максимально гладко. Может быть, даже незаметно. Но Самхейн и Ёль это два моих просто любимых праздника. Во-первых, наверное, я люблю их, потому что практически никто из моего окружения, из моих друзей, знакомых, ну, есть, конечно, есть пара-тройка людей, кто празднует, но большинство людей не празднует, и я чувствую себя как-то спокойно и защищенно. Потому что как бы... Ты как будто воспринимаешь, что это твой личный праздник, и что ты остаёшься один на один, вот с каким-то таким внутренним ощущением счастья. Отлично, я праздную Самхейн. Нет, я не наряжаю какие-то костюмы, я не хожу там, как это принято на Хэллоуин в Америке, да? Нет. Я праздную Самхейн по-другому. Я обычно провожу этот день... Ну, день, ночь. Я очень стараюсь, во-первых, высидеть всю ночь. Я шучу, на самом деле, у меня никогда не получается. Из меня совершенно отвратительный тусовщик. Я просто покупаю тоже какую-нибудь бутылочку вина, делаю расклады на Таро, я могу медитировать, читать какую-нибудь интересную литературу по теме, там, эзотерическую, ещё какую-нибудь. Мне очень нравится медитировать в эти дни и расклады вот на Таро, в эти моменты, в эти дни, они получаются очень интересными, скажем так. Поэтому, если вы, конечно, вам эта тема неинтересна, если вы далеки от этого, то, наверное, вам по душе придётся более массовый, общепринятый тип празднования Самхейна. Это, да, костюмы, там, всякие тыковки и прочее. У меня этого ничего нет, я праздную Самхейн, вот как я сказала, опять-таки, да, это йога, медитации, расклады и познание всяких эзотерических знаний. Ну, мне это нравится, меня это успокаивает, я чувствую себя хорошо после этого. Вот, ну, Йоль я, в принципе, отмечаю, как и обычный Новый Год, только без традиционных каких-то шумных посиделок, семейных там, салютов, оливье и прочего. Это, опять-таки, для меня такой тихий праздник, в основном, ежедневник с собой. Я сама подвожу какие-то итоги для себя, работаю тоже, кстати, с своими ежедневниками. Вот, наверное, именно вот в Йоль и в Самхейн я действительно пишу в свой ежедневник всякие впечатления, планы на год. Занимаюсь каким-то, ну, не то чтобы самокопанием, самокопание всегда несет какой-то мрачный оттенок, да? Ну, таким каким-то анализом анализирую, что я познала за это, какие выводы сделала. В эти правила... Ну, вот вы чувствуете, да? Я думаю, вы чувствуете некое отличие, скажем так, традиционного Нового года от того способа празднования Самхейна и Йоля вот в моем понимании. В этом всегда чувствуется какое-то уединение и больше внутренняя работа. Но при этом, я повторюсь, это не несет никакого негативного оттенка. То есть я счастлива, я очень рада. Рядом там мои животные, мой муж, бутылочка, книжка. И, в принципе, мне для счастья очень-очень мало нужно. Это, в принципе, все, что мне надо для счастья. Вот. Так что, наверное, вот я стала праздновать Самхейн и Йоль. Там еще есть другие праздники, но я, честно, их настолько много, что я просто не успеваю так часто праздновать. Но вот эти два праздника, они для меня прям несут какой-то очень большой... Там всегда ассоциируется с неким таким предпраздничным настроением. Так, ну что, нам нужно пить. Мишка, наверное, да? Да, вино, конечно, очень хорошее. Я каждый раз делаю глоток, и все время вам это говорю. И вы, наверное, думаете, наверное, она говорит так про все вина. Я очень удивлена, потому что последний, наверное, год мне катастрофически не везло вообще с винами, в исключении моих двух любимых. И особенно мне не везло с винами, на которых изображены животные. Я покупала какие-то австралийские, африканские вины, чилийские. И больше всего время покупала с ней этикетку на каких-нибудь животных. И в большинстве случаев вот вины с животными, они что-то были какие-то совершенно отвратительные. Особенно я никогда не забуду вино под названием Грей Фокс, которое я попробовала на день рождения моего мужа в 2013 году. Я помню этот день. Я помню этот день. Это было 19 мая 2013 года, когда мы выпили, распили бутылочку Грей Фокс. На утро я поехала на работу на скалодром. И благо в этот день не было посетителей от слов вообще. Вообще была тишина, никого не было. Потому что я полдня просидела в тренерской с катастрофическим похмельем, головной болью. Мне было так плохо. Меня тошнило. Я весь день пила только одну минералку. И мы распили одну бутылку на двоих. То есть, с одной стороны, это для меня много. А с другой стороны, вроде и немного. То есть, если я выпью какое-нибудь хорошее вино тоже в таком количестве, то на утро со мной ничего страшного, не произойдет. Ну, максимум какие-нибудь мешки под глазами. Может, и будут. Но того, что было со мной следующее утро, я просто врагу не пожелаю. Поэтому, друзья, Грей Фокс. Серая лиса. С изображением лисички. Я не помню, чью это было вино. Вот название запомнила по сей день. Может быть, нам попалась какая-то партия плохая. И вкус у него был. Такой с привкусом алкахи. Не очень приятный. И также я недавно, ну, тоже примерно, может быть, год-полтора назад, вино южноафриканское. Вы, может быть, часто видели это вино в пятерочках. Там был носорог, лев. Фотографии вот этих вот животных. Прикольно так выглядит. И цена вроде такая симпатичная. На вкус. Просто обычное, плоское, совершенно неинтересное вино. Но за такую цену, я думаю, можно было купить какой-нибудь гораздо лучше. Да, я очень люблю плоские вины, которые вот ты делаешь глоток и все. И как бы ни вкуса, ничего. И все так пробаливается, как бы ты обычную водичку пьешь. Или еще привкус алкахи. Это просто, это катастрофа. Так что, друзья, вот такие у меня последние впечатления с винами. Так, ну что. Про ежедневник я вам рассказала. Немножко рассказала про самхи. А, друзья, я еще хочу появиться с вами классным ритуалом. Я сейчас его последние дни совершаю в Костроме. У нас здесь есть бескрайне красивое поле, где мы гуляем с собакой. И в последние дни я на длинную дневную прогулку завариваю термос с кофе. Кофем там. Ну, какой угодно можно. Какой вам нравится. Со специй, мини-со-специй. Но главное, чтобы вам было вкусно. Просто беру с собой рюкзачок, термос с этим кофе. И мы идем с Линдой на природу. И мы уходим куда-нибудь далеко-далеко, где совсем нет людей, где очень приятно пахнет природой. Осенью, пряными листьями. В общем, все то, что мы так все любим осенью. И вот такая, вы знаете, есть необъяснимая прелесть, такое удовольствие вот в этом первом год. Такие горячего кофе со специями. Когда вокруг так прохладно, уже так пальцы немножко мерзнут. И ты вот на природе так влажно. Может быть даже дождик моросит. И ты вот этот вот глотал горячего кофе на природе. Ох, как же это прекрасно. Не знаю, я вот последние дни так гуляю. Прихожу домой просто какая-то обновленная, счастливая. И плюс нет людей, нет толпы, вот этого шума. Все то, чего мне не хватало в Москве. Я вот в Москве, когда жила, ну, как бы я вернусь сюда, я здесь временно, в Костроме. Но мне ужасно не хватало уединения. Я постоянно, знаете, хотела как будто, не то что спрятаться от людей, мне не хватало побыть наедине со своими мыслями. Я не могла расслабиться никогда. О, как же это здесь? То есть в Москве ты все равно как-то постоянно напряжен и ты не чувствуешь себя постоянно в безопасности, скажем так. Особенно с собакой. Особенно с моей белой, невинной и совершенно не умеющей себя постоять овечкой. В Костроме я могу себе позволить такую роскошь, как расслабить свое внимание и устремить свое зрение на какие-то более интересные для меня вещи. Плюс даже если я гуляю по городу, здесь хожу в магазины, там по делам, здесь все равно гораздо меньше людей, чем в Москве. Хотя я живу на окраине Москвы, в южной части, в южном Бутово. Ой, раскрыла секрет, где я живу. Да и думаю, у меня не так много фанатов, которые будут меня преследовать. Может быть. Да? И в Костроме так мало людей, здесь так тихо, так спокойно, даже в самом городе, и даже в самом городе я здесь хожу по улицам очень расслабленно, как-то не странно. Уж когда мы ходим на наше поле гулять, то там просто не души, просто за километр. И просто, ну, такой маленький, маленький такой ритуал. Это термос кофе, рюкзачок, какая-нибудь приятная компания в виде, может быть, собаки или ваших друзей. тепло одеться, может быть, одеть варежки, чтобы было уютно, комфортно и тепло. Это первый глоток кофе. Ох, как же это здорово. Знаю, может быть, для кого-то покажется это все каким-то незначительным или ну, совершенно обыденным. Да, ну, подумаешь, кофе на природе, что здесь такого. Не знаю. Не знаю. Меня это очень вдохновляет и успокаивает. Вот. Я травмированный москвой человек. Поэтому Кострома для меня хороша сейчас в своем уединении. Скажем так. Ну что, друзья, давайте прощаться. Выпили мы с вами бокальчик вкусного вина. Правда, вкусного? Ребята, шикарное вино. Я честно, я не знаю, как у меня получилось провести с вами этот влог. Понравилось ли вам? Если понравилось, отпишитесь в комментарии, стоит ли мне в дальнейшем снимать видео для Алкофяныча. Какие напитки может быть стоит еще с вами пробовать. Может быть не только вино, может быть что-нибудь другое вам будет интересно. Пишите свои впечатления. Расскажите о том, как вы ведете свой ежедневник. Ведете ли вы его? Расскажите о том, какие у вас мысли и впечатления вызывают вот текущая осень за окном. Есть ли у вас какие-то приятные ритуалы, которые позволяют вам, скажем так, держаться на плаву и сохранять какую-то толику гармонии в это непростое время. Вы понимаете же, о чем я. В общем, не забывайте подписываться на мои соцсети, читайте мой блог о собаках и моих путешествиях Мадзенин, детаграм, в общем, все ссылки внизу, заходите в инфобокс. 100% чтобы что-нибудь интересное вы для себя точно найдете и уже очень скоро, я надеюсь, мы увидимся в следующем видео. Все, пока-пока.